Всем привет, друзья! И снова вы на канале Евгений Щепинский. Уже совсем скоро, через каких-то несколько дней, наступит лето. Ну а лето, как известно всем, это сезон отпусков. И многих из вас сейчас интересует, когда же вы сможете поехать на курорты Черного моря. И об этом сегодня будет наше сегодняшнее видео. Ну а вы в свою очередь, друзья, подписывайтесь на наш канал, пишите нам комментарии. Ну и также подписывайтесь на все, что есть в описании под видео. Ну а начнем мы с вами, пожалуй, с ситуацией на курортах Крыма. И здесь новости у меня пока для вас не радостные. Совсем недавно на заседании оперативного штаба глава Крыма Сергей Валерьевич Аксенов сделал заявление, что курортный сезон в Крыму в этом году навряд ли состоится. Также было сказано, что отели из сферы общепита смогут возобновить свою работу, если ситуация с заболеваемостью на полуострове улучшится и стабилизируется. Еще было сделано одно заявление, что ни отели, ни сферы общепита не смогут соблюсти жесткие требования Роспотребнадзора. Будет ли курортный сезон? При сегодняшних справедливых требованиях Роспотребнадзора запустить курортную сферу невозможно. Какой выход из данной ситуации видит глава Крыма? Если ситуация с заболеваемостью в Крыму стабилизируется, то в Крыму начнут развивать внутренний туризм. Как это будет выглядеть? 500 тысяч жителей Крыма будут за бюджетные средства за счет бюджета Крыма направлены на отдых и оздоровление в санатории, пансионаты, профилактории. В эту категорию лиц попадают дети, малоимущие, пенсионеры, ну и также люди с хроническими заболеваниями. Честно говоря, мне немножко непонятно это развитие ситуации. Да, мы все жители Крыма живем в Крыму, мы хотим отдыхать, но большая часть людей работает не в бюджетной сфере. Многие люди работают именно на обслуживание туристов в курортной сфере. Также пострадают экскурсионные бюро, потому что все, кто будет приезжать по этим путевкам, курсовкам, не знаю, как это сейчас называется, раньше это назывались и курсовки в том числе, на оздоровление им выход в город может быть запрещен. Соответственно, Крым потеряет большую часть своего бюджета. Ну, в данной ситуации без этого невозможно, насколько я понимаю. Как известно многих людей, кто работает в Крыму в курортной сфере, кто завязан на обслуживании туристов, которые приезжают к нам в Крым на отдых, на оздоровление, сезон год кормит. Я совсем недавно видел, как люди, как отельеры небольших маленьких частных отелей работают, они восстанавливают, реставрируют свои отели, готовятся к приему отдыхающих, они вкладывают в это дело свои деньги, свою душу. И что же делать им, если будут работать в Крыму только санатории, профилактории, те здравницы, которые обеспечены медицинскими лицензиями. Я могу сказать сразу, что народ, вот эти маленькие отельчики, хозяева маленьких отельщиков, отельеры, они просто обанкротятся. Ну и, соответственно, упадет покупательская способность у нас в Крыму. Да, в этой ситуации, в данный момент, может быть, это правильный выход, но, как я говорю, что люди понесут огромные убытки. И, друзья, многие из вас пишут, ну, не мои зрители, а я читаю комментарии под другими видео, что раз Крым закрыт, то мы поедем на курорты Краснодарского края. Ну а теперь, друзья, давайте рассмотрим вариант отдыха на курорты Краснодарского края. Да, сезон там начнется именно с 1 июня, но, по заявлению губернатора Краснодарского края, на прием отдыхающих будут работать только санатории с медицинской лицензией. То есть, основанием для приезда в Краснодарский край будет путевка, которую вы купили в данный санаторий. Также будет осуществляться трансфер отдыхающих по путевкам, которые купили путевки, с ЖД вокзала и с аэропорта. Да, ситуация на курортах Кубани тоже пока еще нестабильная, и поэтому все парки и пляжи пока еще будут закрыты. То есть, все люди, которые приедут по путевкам в санаторий, будут находиться на территории санаториев, выход им будет не рекомендован за территорию, и они будут получать лечение и оздоровление. Вот, друзья, я вам рассказал немножко о ситуации в Крыму, о ситуации в Краснодарском крае. Вы сами принимайте решение, куда вам ехать в данный момент. Может быть, отложить отпуск на более позднее время, если это возможно, потому что я надеюсь, что все-таки порог заболевания опустится и у нас в Крыму, и на Кубани. И уже мы все крымчане, и я надеемся, что где-то с середины лета все это откроется, все люди будут запускать в отельеры свои отели, и вы все приедете и как к нам в Крым, и так на курорты Кубани. Все мы вас ждем, но ждем только тогда, когда ситуация стабилизируется. А на этом, друзья, я хочу свое видео закончить. Подписывайтесь на наш канал, пишите нам комментарии, ну и подписывайтесь на все, что есть в описании под видео. Всем я вам говорю до свидания и до встречи в следующих выпусках.